В городском округе прошли торжественные проводы призывников на службу в рядах вооруженных сил. 42 юноши в течение ближайшего года будут защищать родину на суше, на воде и в небе. С призывниками и их родными пообщался мой коллега Григорий Ворванин. За плечами призывника Романа Суслова уже есть диплом о высшем юридическом образовании. Теперь в биографии Люберчанина добавится еще один пункт. Служба в российской армии. Юноша с трудом сдерживает эмоции. Говорит, специально к армии не готовился. Разве что морально. Служить Роман предположительно будет в военно-космических силах. Просто так распределили изначально военкомате. Сказали, ну примерно будет пока. Как там распределить, нам не знаю. Проводить Романа в армию пришли мама, бабушка и его девушка. Втроем они волнуются не меньше самого призывника. Для них это первый подобный опыт. До этого ни разу никого не провожали в армию. Старались поддержать, чтобы не переживал, что все быстро служба пройдет, вернется и может вернуться к своим обычным делам. 42 призывника отправили из Люберец на областной сборный пункт. Уже там их окончательно распределят по воинским частям. Служить ребятам придется от Калининграда до Камчатки. Вы должны помнить, что вас дома ждут. Вы должны помнить о своих родителях. С живыми вернуться, чтобы ваши родители вами гордились. Это основное. Ну а все остальное в ваших руках. Все сложится. Я абсолютно уверен, что армия придаст вас некую динамику, возмужание, характер вас закалит. И тогда вам все по жизни будет получаться, все будет под плечу. К автобусам, шагам, марш! Впереди у ребят 365 дней службы. Присяга, курс молодого бойца, армейские учения и демобилизация. Домой уже солдатами они вернутся в декабре, но уже 2021 года. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.